всем привет ну что ничего особенно нового не произошло ну в мире музыки я имею ввиду разве что вышла новая басинка red hot chili peppers в которых я разочаровался после знаменитого популярнейшего альбома californication и настолько разочаровался даже не слышал этот новый альбом еще второй один новый вышел совсем недавно второй новый вышел прямо вот-вот сейчас ну два альбома джека вайта один из которых я уже показывал и рассказывал про него 2 тоже еще не слышал но в отличие от hot chili peppers я люблю очень музыку джека вайта поэтому обязательно второй новый альбом приобрету вероятно в ближайшее время и послушаем его вместе с вами как-то так опосредованно ну и из других новостей собственно говоря ничего такого нет потому что выход новой пластинки 2002 года группы брайан джонс town massacre которую я очень люблю просто очень 20 по счету альбом группы брайан джонс town massacre не может быть новостью для тех кто любит эту группу потому что антон ньюкомп лидер группы брайан джонс town massacre выпускает альбомы с удивительной регулярностью и все мы ждем новых пластинок это этой удивительной команды и они соответственно не являются новостью они регулярно так выходит как какая как как солнце которое восходит на востоке и заходит на западе также появляются пластинки брайан джонс town massacre брайан джонс town massacre что это такое это во первых брайан джонс естественно да он здесь на альбомах группы антона ньюкомпа представлен в разных видах даже вот так вот традиционно на яблоках альбомов это эмблема вообще команды еще раз покажу узнаете дам брайана замечательного а вторая часть название это джонс town джонс town massacre то есть резня в джонс стауне которая случилась если мне память не изменяет семь четвертом году 1900 это в южная америка и там была такая религиозная коммуна которая внезапно вся погибла была зарезана то ли сами они друг друга зарезали то и то и то ли кто-то пришел их зарезал в общем до сих пор не найден виновник 912 человек погибла там в этой самой религиозной коммуне но в отличие от этой трагедии страшной группа брайн джонс town massacre музыку играет не мрачную эта музыка для тех кто любит рок скажем так нет на самом деле эта музыка я бы ее охарактеризовал как не как плагиат ни в коем случае нет а как смесь звучание группы the rolling stones сидите середины шестидесятых годов то есть там 64-67 заходом в satanic majestic request majestic request который сильнее всего слышим на пластинках антона ньюкомба так вот смесь ранних the rolling stones slow dive sonic youth developed underground и и и и и и всяких там кантри вот представьте себе такой коктейль достаточно взрывной но шугейза здесь очень много и собственно говоря с шугейза все и началось ведь от меня сколько их джонс таунов масса к вот он первый альбомчик метродон называется вышел в 1995 году группа существует по моему с 90-го года группа образовалась в сан-франциско и первая пластинка вышла в 95 хотя первый альбом был записан еще раньше он был записан в девяносто четвертом но он не вышел а вышел второй вот этот который считается первым а тот который был записан раньше он вышел потом после вот этого замечательного альбома и это такой просто вот на майблади валентайн похоже похоже опять-таки на slow dive по музыке но только тяжелее гораздо такая тяжелая гитара здесь хотя начинается все evergreen и выездом две первые песни они такие если evergreen она еще такая шугейзовая все таки вот то выездом она прозрачная с басовым рификом таким чудесным но достаточно напряженная и в то же время расслабительная именно не расслабляющая а расслабительная безо всяких анатомических реминесценции я скажу расслабительная такая штука ну а дальше wasted там everyone says short wave уже пошел шугейз такой американский настоящий мрачный но с заходами в музыку 60-х годов как-то вот у newcomb так органично все это получается двойник музыки много вообще newcomb щедр на музыку я уже говорил что 20 альбомов начиная с 95 года по 2002 это если брать такой вот стандартный график выпуска альбомов rock group там в год по альбому да то newcomb пойдет с опережением значительным все-таки нас на стороне d зато он распрягается уже совсем outback и шизган два произведения outback это просто гитарный noise мощный очень очень хорошим тембром он не не режет уши не напрягает а так звучит расслабительная подсказал можно абсолютно расслабиваться и шизган это просто песня медленная такая вот опять-таки шугейзовская я употребляю эти термины которые я ненавижу вообще деление на вот эти вот стиле музыки они не хороши вот и новый альбом вот этот 2002 год он несколько не похож на все предыдущие хотя и stones of stone за вскость здесь осталось и шугей здесь а здесь остался но он очень какой-то роковый получился но в хорошем смысле без этих всех без этих всех вот паучьих посорка нрольных волос кожаных курток вот это ничего там нет а такой современный рок очень хорошие песни но я бы не рекомендовал начинать слушать брайан джонс таун массакр с этой пластинки хотя она безумно хороша мне очень нравится она я ее купил предварительно послушав потому что потому что она очень кайфовая просто очень хороший для тех кто любит шугейз современный самое то вообще самое 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 то ну а вот то что касается лица этой группы вот предпоследний альбом например тоже ничего себе так оформлен брайан джонс тут в полный рост сияет вот это такая психоделическая достаточно штучка вот тут вандер граф у меня еще стоит дождет своего часа ну хорошо я хотел показать вот эти два альбома это 90-е годы 95 97 или 94 96 не 95 97 это give it back и take it from the man две пластинки которые являются на мой взгляд опять таки самыми самыми показательными для этого коллектива замечательно их очень люблю и в них погружаешься они обе двойные они обе длинные больше часа там 70 с лишним минут очень кайфовые и в них так вот падаешь и и упал если вы любите рок-музыку 70 60-х годов середина 60 не обязательно даже the rolling stones а вообще звук 60-х он здесь в полный рост но опять-таки это не плагиат это не подделка под rolling stones хотя местами очень похоже никакие не ковера они не слизывание они ком просто любит эту музыку он тащится на музыке 60-х годов и кто может ему запретить играть в той же манере с тем же звуком правда с очень современным все-таки все-таки студии другие обработки другие инструменты другие влияние накапливается хочешь ты того или нет ты все равно слышишь то что вокруг происходит и это в тебя откладывается так или иначе никто не может запретить никому играть то что тебе нравится вот newcomb играет то что ему нравится на take it from the man например vacuum boots первая песня сразу туда в 60-е а песня ху номер два с вопросом ху это в уже уже в чистом виде просто и the rolling stones и the who собственно говоря и с припевами этими и все это прозрачненько очень здорово очень красиво и так по шестидесятнический лорд следующая песня ритм и блюз в чистом виде с акустической гитарой с таким не знаю с таким органчиком который появляется в конце песни очень все кайфово карас следующий номер чудесным гитарным соло ое напоминает немножко the shadows даже по гитаре следующая песня очень смешно называется david bowie i love you since i was six с шести лет она такая медленная напоминает раннего david bowie но опять-таки я напомню что никакого плагиата здесь нигде даже близко нет влияние и даже влияние то нет наверно есть любовь любовь к этой музыке все по-своему сыграна все очень здорово на второй пластинке monkey puzzle песня сразу вырубает просто таким ревом но ревом 60-х годов просто напрочь и ощущение такое что ты оказываешься в 60-х но при этом находишься в 2002 году потому что все это с одной стороны современно это слышно что это современный звук а с другой стороны feelings чувства вот эти чувства они прямо оттуда не из лето любви а из холодной англии но 60-х годов все равно монстр песня с первого с первой пластинки здесь она вообще удивительным образом конечно стилизована акустическая гитара или электрическая песня все улики здесь все в электричестве несмотря на то что акустики много акустическая гитара играет дуэтом сама с собой и чуть-чуть такой расстрой идет интервальчик очень напоминает the rolling stones который специально так делали брайан джонс так делал гитарный гитарный дуэтик такой унисон как бы но унисон чуть-чуть как гитаристы говорят на децл чуть-чуть не такой не строевич и очень так вкусно не люблю это слово так выскочила само собой очень здорово эта песня монстр take it from the man за главная песня еще один ритм и блюз классический прямо вот оттуда прямо студия декка 67 год без и тяжелый номер тяжелый и вот give it back пластинку тоже я очень рекомендую супер sonic первая вещь пафосная торжественная по-стоунзовски очень напоминает вообще satanic majestis request вот эта пластинка но опять-таки как напоминает не не подделка под rolling stones 67 года а тоже настроение тот же дух также здорово и с добавками все-таки шугейза потому что гитарный рев прорывается за big битом за ритм и блюзом вдруг прорывается гитарный рев и очень органично он так вписывается в акустика соло а-ля shadows там или а-ля брайан джонс кстати говоря и к финалу или в середине начинается так так такие аккордовые тяжелые шугейзовские такие штуки очень красиво с этой лайдма лена салам хочется поговорить о стороне b этого альбома вот здесь тоже как мы видим полный рост брайан джонс присутствует но любит человек брайана джонса кто может ему запретить любить брайана джонса он этого и не скрывает он его и везде здесь публикуют а сторона b две песни хуэва хуэва юа и сью вот это гитаризм вдруг проснулся sonic use вдруг проснулся sonic use и вэл ват андеграунд и все они встретились с антоном юком ньюкомбом передают привет slow dive и the rolling stones конечно две песни на одну сторону они длинные гитарные с прекрасным гитарным звуком удивительным обволакивающим и таким не побоюсь этого слова психоделическим дальше тоже все хорошо последняя песня номер 13 на этом двойном альбоме который называется даже satanic majestic second request это заявление антона ньюкомба под таинственные космические звуки которые переходят во что как вы думаете если идет отсылка к satanic majestic request правильно храп билла ваймана это просто слезы мы слушаем этот самый дири satanic majestic second request в исполнении антона ньюкомбой группы да брайан джонс таун массакр и храп билла ваймана вот такие мелочи они специально сделаны и они так так с такой любовью все это но несмотря на храп билла ваймана несмотря на все таинственные психоделические звуки это очень крутая музыка очень продуманная с большим чувством сыгранная осмысленная и я не скажу что она стилизованная она просто сделана с любовью к 60-м годам